ДОТА ТВ Нави против Рокскис Стоит только добавить то, что Роксы вчера проиграли Очень обидно, очень обидно они проиграли команде Альянс Которая, ну, раньше называлась No Tide Hunter Со счетом 2-0 они проиграли Это все происходило на лиге WePlay Dota 2 Групповая стадия, был очень ответственный матч за выход из группы И шведский коллектив все-таки смог собраться с силами После нереально какого-то идиотского поражения Фнатика Я это по-другому просто и не могу назвать Но вот просто вдумайтесь Чемпионы Старладера, которые в финале со счетом 3-2 обыграли Фнатиков Проиграли в групповой стадии WePlay Dota 2 Игру со счетом, внимание, 25-2 То есть их там как будто каких-то, не знаю, в осей с паблика Разобрали по всем линиям Не знаю, что произошло Но вот НТХ вынуждены были играть еще с Роксами за выход из группы То есть если бы они Фнатиков обыграли, они бы выходили из группы на первом месте А там это уже Фнатикам надо было бы волноваться О том, смогут ли они что-то показать или нет Поэтому, не знаю, соберется ли команда БЗЗ с мыслями Вот сейчас, потому что надо действительно победить Итак, я уже назвал матч, который мы будем сейчас смотреть Нави против Рокскиз Ну и можно быстренько пробежаться по составу У Нави, как всегда, Пупей, Хвост, Дэнди, Куроки и Фанни Которые переименовались уже успешно Ну а у Роксов все те же самые БЗЗ, Дредд, Соло, Ванскор и Йола Йола, кстати, мы ждали очень долго Минут, наверное, сейчас посмотрю 28 минут мы ждали Йолу Ну чуть поменьше, там 26, да? Потому что тут уже пик идет где-то минут 2-3, наверное Но это очень печально Это очень печально, потому что на ТПЛе начинается в 9 часов игра Empire против Virtus.pro Которую, конечно же, я тоже хотел бы постримить, посмотреть Да и думаю, что вы не откажетесь от такого великолепного матча Ну, в общем, ладно То, что будет потом, будет потом Давайте сейчас лучше посмотрим на то, что пикнули у нас Роксы и Нави Так, ну в банах, как всегда, у нас Виспу Пупея по-другому быть просто-напросто не может Потому что Нави не играют с Виспом и не играют против Виспа Потому что этот герой очень сильно почему-то им досаждает Вот вроде бы все европейские коллективы, да и китайские тоже научились этого Виспа контрить Ну и американские тоже коллективы, да, в какой-то степени научились играть против Виспа Они, конечно, стараются его не отдавать Но особой такой прям сверх проблемы, ну не видят Если удается там на этого Виспа разменять, ну каких-нибудь супер крутых героев Типа там, может быть, Шедо Демона там с Бэтрайдером Может быть, Магнуса с Бэтрайдером И т.д. и т.д. и т.п. Герокопсера того же самого Кстати, у Нави такой пик с герокопсером очень интересный Как раз-таки тут и Шедо Демоны, Магнус есть Вот герокопсер против котла в какой-то степени У кого тут был первый пик? Первый пик был у Роксов То есть одного героя взяли Роксы, двоих взяли Нави Потом двоих взяли Роксы, получается И последнего взяли Нави, да Такая же вроде бы система во второй доте Ну, значит, герокопсера Пупей пикнул специально против Фантом Лансера Потому что это, ну, вообще с Фантом Лансером на 55-й минуте Мало кто сможет сражаться Даже там на равных каких-то условиях А вот до 50-й, да, ну, грубо говоря Ну, может быть и до 40-й, там, в зависимости от фарма Когда у Фантома, короче, нету Там, хотя бы там 4-х или 5-ти слотов То герокопсер вполне с ним нормально борется Потому что его сплэш, ну, не дает покоя иллюзиям Даже у которых будет Тараска, даже у которых будет Беттерфляй Все равно стандартным айтомом для герокопсера Является Манки Кинг Бар, да И он эту Беттерфляй Контрид в любом случае Так вот, у Роксов Коттл и Фантом Лансер Ну что ж, окей, интересно только Кем же будет играть Дредд в этой игре Вот я вижу то, что Фурион забанен Роксы любят, любят пикать Фуриона для Дредда Ну, он там вроде бы на хардлейне Так, а кто тут еще-то есть для Дредда? Каких-нибудь хардлейнеров хороших Ну, берут Леона, это для Йола, скорее всего То есть, Ванскор, наверное, Коттлом будет играть Йол будет играть Леоном Вот что-то похожее уже Роксы показывали Они любят саппортящего Леона брать Думают, что это помогает Вообще, Леон действительно саппорт хороший Ну, вообще и на линии, и в принципе в игре Но почему-то редко вижу, чтобы он действительно выиграл Может от того, что его редко... Ну, мне вообще кажется, что это может быть какой-нибудь Клокверк Роксам реально не хватает какого-нибудь такого жирненького героя Вот у них Пак, Лоу ХП, Коттл Или он, понятное дело, тоже Лоу ХП, Фантом Лансер На первых минутах тоже такой слабенький Ну, а вот у Нави у них, посмотрите, есть Чен, есть Гирокоптер, Магнус Да, герой, который... Ну, Чен, конечно, у него собственная такая плотность довольно неплохая Потому что он как бы крипами всегда окруженный Вот прям вот просто пойти, например, в соло и убить этого Чена Будет не так просто, да, плюс еще он ультовать может К тому же Ну, а Магнус я вообще молчу Герой плотный, плюс еще со Скивером Может удрать, не догонишь никогда Ну, грубо, конечно, звучит, никогда не догонишь Все-таки догоняют Магнусов, которые со Скивера пытаются уйти Но они выиграют очень много времени таким образом И там уже на телепорты команда не скупится Там партийца к вышке этого Магнуса спасает Ну и все, естественно, переворачивается в мгновение окна БЗЗ думает, думает очень усердно над своим последним героем Через 20 секунд мы, буквально через 20 секунд мы узнаем Кого же все-таки предпочтут Роксы в качестве хардлейна разить А, кстати, может быть, может быть Коттл Да хотя, вот я постоянно говорю Может быть, там трипла на хардлейне Ну, не, не, ну серьезно Ну, против Герокоптера с Шадо Демоном, что ли, еще с Ченом Ну, вот видите, Клокер Мне потребовалось, собственно, 5-7 секунд Чтобы вот так вот тыкнуть пальцем в такого хардлейнера И сделать вывод Ну, а Нави берут Джаггер Вот пик Джаггера, это как раз-таки Это как раз-таки говорит о том Что, видимо, у Нави где-то там водочка стынет Ну, или, не знаю, Борщ, может быть Это как-то некрасиво на трансляции говорят выражаться Затрагивать тему нездорового образа жизни Хорошо, Борщ у них стынет Потому что, посмотрите Есть Пупей, есть Хвост, который играет на Чене и Джаггере, соответственно Это очень такой легкий пуш для Нави Если Роксы, конечно, смогут противопоставить этому котла Там, например, и Клокер Когда все-таки Клокер, он в значительной степени Повышает сложность захода на хайграунд Потому что просто в тупую ставит Коги И там не пройти Но это не всегда получается верным способом Да, вот против такого сильного пуша Хвост будет просто качать вард Пупей будет просто переманивать крипов И я думаю, что на топе двух вышечек Это Роксы лишатся минуты к седьмой, скорее всего Может быть, даже раньше Может быть, даже раньше Если игра пойдет хорошо у Нави То Роксы, в принципе, могут лишиться абсолютно всех вышек Минутик 17 Если Нави поставит себе цель снести все вышки Получить максимальное количество золота Благодаря жесткому пушу То они могут это сделать, если Роксы будут сдавать позиции Так, я пока что посмотрю Все ли там окей с трансляцией Да, лагать ничего не должно Хат переставлю Он многим не нравится почему-то Но когда загружается сам этот хат по дефолту Он как-то так Вроде бы чуть-чуть от него что-то есть В графическом интерфейсе А частично он не полностью отображается И меня, в принципе, это устраивает Конечно, целый хат он да Тут эти кристаллы появляются Они просто мешают, по-моему, доте Так, в итоге Ванскор котлом, да Дредд клокерком, все верно Соло, ну, пак Естественно, да То, что еще мид стоит у Рокскиз БЗЗ и Йол, да То есть здесь я все угадал Здесь я все угадал Ну, а этих Этих подсков я вам Я вам уже зачитывал Да, ну, я болею на самом деле За Рокскиз, конечно же Потому что мне эта команда Немножечко ближе, чем Нави Потому что я долгое-долгое время Ну, и можно сказать Что и сейчас в какой-то степени Работаю на Гудгейме Хотя работать на Гудгейме Я не работаю Уже давно Но хорошее отношение, конечно же С этим сайтом И людьми, которые там Занимаются Да, вот я сохранил И с Брюсом тоже Поэтому Да и Дредд Дредд тоже Дредд и Соло С которым я знаком Вот из Нави я ни с кем лично не знаком Поэтому Ну, в общем, ладно Давайте смотреть Наверное, некорректно будет Так просто говорить Кто бы мне Собственно, хотелось Чтобы здесь победил Потому что наверняка На трансляции присутствуют И фанаты украинской команды Так И я вижу то, что Нави Как-то потихонечку Перетягиваются В леса Это Чен Вместе с Шедоу Демоном Смотрите Пошли фармить Вражеский лес И хвост Хвост на боте Вот что интересно Вот что как раз таки забавно То, что на топе Соло стоит Фаник Вот Фаник стоит Соло на топе Денди играет Магнусом в центре Ну, это понятно Денди играет Магнусом в центре А Хвост Хвост Куроки И Пупей Они вот Решили во вражеский лес Пойти Посмотрим Посмотрим Может быть это не самая удачная идея Потому что У Нави Трипла Она как бы такая Немножко сомнительная Вот Если они будут допускать Какие-то грубые ошибки То Не знаю Даже не знаю Проиграть Триплу будет очень Печально Печальной новостью Так У нас Отконектился Йол К сожалению Мы его ждали Еще очень долго Наверное У него какие-то проблемы С дотой В последнее время Стандартный айтем Для вертолета Рапира Ну это стандартный айтем Когда ты уже Извините Либо все фишки В центр стола Либо Прощай трон Тогда гирокоптеры Позволяют себе Собрать там Какую-нибудь рапиру А так Многие Побаиваются Это делать Хотя я только за Знаете Это украшает Игру Рапира на гирокоптер Она конечно решает Клокверком Дредд играет Как царь Посмотрим Насколько Дредд Играет Как царь У Йола Доты не было На компе Он заново Скачал Ну Странно Как-то Он Интересно Он подготовился К матчу Ну хотя Что говорить У каждого Разные дела Я вот Например Последние Трое суток Спал Наверное Часов В сумме Часов 14 Ну может быть Кому-то Это покажется Много Но я обычно Привык высыпаться Потому что Если я не высыпаюсь Я ну во-первых Как и любой другой человек Просто не очень хорошо Себя чувствую Ну и во-вторых Моя деятельность Она просто Ну то есть Грубо говоря Стримить в 3 часа ночи Если ты В этот день Спал там Как-то очень мало Это Большая проблема Сложно что-то Видеть Что-то говорить Что-то Наблюдать Вот И поэтому Я только домой вернулся Скажем Часам к 6 И тут пока Одно дело решишь Пока отдохнешь немного А игра уже через Буквально через 2 часа Начинается Дота Надо еще Скачать Может быть Действительно Просто Заработался Не успел Дел много Так Ребутнулся Просто комп Пишет Дредд Может быть Тройник Задосили Ну да Еще не хватало Чтобы нам Тройники Досили Вчера Досили Адмирал Бульдога Если еще Дойдут до этого Технологии То наверное Игры сегодня Мы просто Можем не видеть Даже вот Не знаю Честно говоря Соло Паком Против Денди Ну вот У нами Блин Такой плотный Пик И еще С ориентацией На пуш Я думаю Что блин Очень тяжело Будет выигрывать Очень много Зависит Здесь От Треплы На боте Если БЗЗ Вместе С Паком И Фантом Лансером Там смогут Все сделать Красиво Что такое Дос Атака Я разве По-моему Я не говорил Но Могу сейчас Может быть Почекать Википедии Я так смутно Знаю С целью Довести То есть Атака На Лов Ла Создание Таких условий При которых Легальные Пользователи Системы Не могут Получить Доступ К предоставленным Системным Ресурсам Серверам То есть Либо Этот доступ Затруднен Ну В общем Там Просто Что-то Перенагружается Вроде Намеренно Как-то Так Я раньше Как-то Увлекался Подобной Ерундой Но Мне потом Все это Очень Сильно Наскучило Надоело И Я Все Это Дело Забросил Ну Не в том Плане Что Дос Атаки Хакерство Нет 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 Ни в коем Случа Я Просто Как-то В целом Любил Разбираться С компьютерами Там Еще В очень Молодом Возрасте Но Это Очень Быстро Надоедает Поэтому И Мне Многое Непонятно Там С того Что Почему Люди Там Раньше То есть Было Желание Там Пойти Учиться На Какого Нибудь Программиста Сейчас Просто Воротит Любого Программного Обеспечения Его Создание То же Самое На моей Специальности В общем Ладно Что-то Меня Понесло Когда-то Не в ту сторону Но Я Говорил То Что Я Уже Сегодня Не Выспался Поэтому Если Я Буду Нести Чуши Больше Чем Обычно Вы Ребята Не Обижайтесь Поправляйте Мне Если Что Я Могу Никнеймы Игроков Путать Айтемы Мискликать Это Все Конечно В процессе До Сих пор Нет Йола Если Это Действительно Какая-то Проблема С Дос То То Придется Искать Замену То Как Вчера Делали Тайтхантер Что Они Намутили Они Просто Отдали Аккаунт Адмирал Бульдога Игзу И он По-моему Зашел Просто Под аккаунтом Стендинг Грубо говоря Тхшный Зашел Под аккаунтом Адмирал Бульдога И загрузился В доту Что-то Такое Там Было И Мы Ждали Где-то Минут 10-15 Пока Все Это Удастся Реализовать Но Тем не менее Игра Всего Лишь 34 Секунда Там Первая Волна Крипов Только Сейчас Должна Встречаться Только Первые Крипов Умерли На центре На боте На топе Пик Аналогичный Сделать Создать Сервер На Европе Где-нибудь С Олд Пиком Ну И Просто Попикать Всех Героев Так же Как И Сейчас И Продолжить Игру Там Например С Каким Рокс Стендингом Если Л Все Таке Не сможет Подойти Чтобы Не Делать Эту Тракировку Стима Это Все Очень Нудно Смотрится Да Вот Кстати Есть Еще Интересная Фишка Такая С Чином И Магнусом Мне В чате Ребята Подсказывают Я Конечно Об Этому Забыл То Если Рассчитать Точно Скивер Вместе С Тест Оф Фейс То Можно Увести Тех Собственно Героев Которых Магнус На Скивере Подцепил Под фонтан Для этого Нужно Что Сделать Для этого Чену Нужно Скинуть Тест Оф Фейс На Магнуса А Магнусу Рассчитать Время Когда Этот Скивер Скасить Если Я так Понимаю Если Магнус Отправляется Тест Оф Фейс Домой Когда Он Держит Кого-то На Скивере То Катит Просто Катит Топчет Как хотите Это Называть То Он Вместе С Этим Юнитом Перемещается Сразу Под фонтан Ну И Сами Знаете Пацана Разрывает Источник Да Сейчас Он Не Может Подконнект В Доту У У Это Аналогичная Проблема Была Я Перед Этим Матчем Пытался Папчик Рубануть Разок Но Не Смог Сделать По Простой Причине Заходишь В Доту Сначала Коннект To The Network Идет Я Минутки Две Сидел Три Все Это Дело Прошло Зашел В Поиск Игр Нажимаю Кнопочку Поиск Находится Игра Клацаю И в итоге Там Набирается 10 из 10 Человек И ты Смотришь На это Дело И думаешь Когда же Все Начнется Минут 5 Прошло Игра Так и Началась Я просто Закрыл Доту И пошел Заниматься Своими Делами В ожидании Вот этой Вот игры Что-то там Говорят Про Пупея Дэнди Пытается Тролить Какой мне не к стиме Да Вот такой же Форсет В стиме Вот этих Двух И Нету Тут просто А Эй Так я ник Никогда не меняю Подфейками Не подписываюсь Не знаю Так что Думаю Что узнать Меня можно Неужели Будет Как Вчера Вот В том То Дело Что И я Тоже Не знаю Насколько Это может Задержаться Уже То есть Без 15 И Следующая Игра По расписанию Должна Начаться Через 15 минут То есть Джон Дота Мастерс Уже Выбивается Из своего Расписания Но у них Там Что Там Расписание Это Все-таки Не 2 Часа Ночи Чтобы Там Особенно К БО1 Матчам Вот так Относиться Потому что На 30 минут Может быть Они задерживаются Тогда Кайпи Со Своими Соперниками Я опять Забыл Кто Иг По-моему Кайпи Иг Потом Играют На Джон Дота Мастерс Начнут Игру Чуть позже Может быть На час Они Позже Начнут Но Все равно Даже По Московскому Времени Сейчас Не поздно Будет Может быть Часов Десять Это Вполне Приемлемо Если бы Дело Дошло До того Что Игра Задержалась До Трех Ночи Да Это Уже Было Жестко Потому что Даже Те Люди Которые Хотели Бы Посмотреть Эту Игру Они Просто Не Посмотрят Потому что Их Вырубит Многих Я Конечно Понимаю Что Для кого Дота Это Просто Культ Если Хочется Посмотреть Игру Особенно Если Ты Не знаю Там Денег На Игру Поставил Или С другом Хотя Поспорил На Какой Нибудь Дорогой Прохладительный Напиток Скажем То Все Так Хотелось Этот Матч Досмотреть Так Ну Идред Говорит То Что Потребуется Все Так Немного Времени Извиняется За Вот Эти Дикие Задержки Ну И Хемсэндвич Админ Джоин Доты Спрашивает Что за Проблема У Йола Не может Подгрузиться К Сети Дота 2 Или Он Не может Подгрузиться Именно Конкретно К этой Игре Но Я так Понимаю Адред Говорит То Что Не Может Подключиться К Сети Поскольку Аналогичная Проблема Сейчас Встречается Просто На Каждом Шагу Кто-то Пишет Габлак И Сайлент Покидают Тим Эмпайр Не знаю Откуда Такая Инфа Но Я сам Не знаю Просто Мне сообщили Что У Тим Эмпайр Для Комьюнити Есть Новость Да И Какая Это Новость Чем Она Связана Может Быть С Открытием Второго Состава Тим Эмпайр Дота 2 Может Быть С Выходом Нового Мувика Или Опять Таки С Изменением Ростера Изменением Может Расписания Турниров Может Они С Какого Турнира Снимаются Что Угодно Может Быть Но Сказали То Что Эта Новость Будет Анонсирована Завтра И Меня Попросили Сказали Ты Подготовься К интервью С Анахрониксом Анахроникс Если вы Не знаете Менеджер Команды Эмпайр По Dota 2 Сказали Подготовь Какие-нибудь Вопросы У меня В принципе Для того Чтобы Пообщаться С Анахрониксом Вопросов Никаких Готовить Не нужно Мы С ним Давно Общаемся Давно Дружим Поэтому Естественно На ты Да Поэтому Обо всем Мы сможем Поговорить В обыкновенной Такой беседе Ну Вот К чему Мне надо Подготовиться Я не знаю Меня не Предупредили Мне уж Самому Дико Любопытно Что же Все-таки Там Такое Произошло Поэтому Такие Высказывания Типа Там Что Габлак И Сайлент Покидает Команду Эмпайр Это Мне кажется Слишком Весомо Да Слишком Такая Весомая Новость Чтобы Ее Воспринимать Серьезно Без Доказательств Каких-то Без Пруфлинков Вот Если бы Я это Увидел А я Вот Вижу Что-то HTTP Team Empire Орг Ньюст Да 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 Вот Я уже Это Дело Вижу Так Посмотрим Если что Говорят Лост ушел В СК2 Да Я знаю Я С Лостом Сам Делал Интервью Мне Он Говорил То Что Он В World of Warcraft Играет И То Что Он Старкрафтом Пошпиливает И В общем Я спросил Куда Он Все-таки Хочет Уйти Но На Что Он Не Дал Конкретного Будет Может Быть Повеселей Туда Я Уйду Где Будет Порентабель Одним Словом Так Кстати Реконектнулся Йол Наконец-то Я могу Заткнуться И Перестать Нести Всякое Колесицу Я Все-таки Здесь Доту Должен Комментировать Ну Я думаю Что Кстати Йол Ли Это Вообще Так Две Минутки АФК Просят Нави Так Через Две Минутки Так Мы Готовы Самое важное То Что Это Сам Йол Да А не Какой-то Человек Который Под его Стимом Зашел Из-за Дос Атаки Йол Не смог Подгрузиться Нет Всего Этого Нет Это Игрок Команды Rockskiss Это Тот С кем Дред Соло Базазе И Ванскор Привыкли Играть Все это Время Они Друг Друга Чувствуют И Это Просто Замечательно Потому Что Несыгранная Команда Она По идее Хуже Чем сыгранная То есть Если В доте Очень интересная Ситуация На мой взгляд Что Если Например Взять Пять Каких-то Самых Самых Таких Знаете Может быть Отъявленных Жутких Дотеров Какого-нибудь Дэнди Лоду И прочих И Просто Смиксовать И бросить Против Какого-то Сильного Предположим Даже Китайского Коллектива Мне кажется Шансов У них Победить Будет Не так И много В этом Плане Мне Очень Нравится Позиция Команды Virtus.pro Которая Последний Момент Поступила Немножко Опромещиво Посмотрим Может быть Смайл Приживется Ну нет Смайл Понятно Приживется Главное Чтобы Кси Справлялся На Харлейн А то Что-то По-моему Не очень Порой Хорошо Это Получается В основном Virtus.pro Как бы Они набрали Людей И вот Сначала Они Играли Там Не очень Хорошо Вспомните Например Игромир По-моему Был Который В Москве Вот там Был Шоу Матч Empire Против Virtus.pro Это было BO3 И все Это Действо Закончилось Где-то Минут Наверное За 40 За 45 Потому что Empire Ну Настолько Жестко Сыграли Что Просто Без шансов Virtus.pro Выиграли А что Потом Было Потом Virtus.pro Начали Все Лучше И лучше Играть Все Лучше И лучше Разбираться Возможно В себе Несколько В доте А в себе И сейчас По-моему Virtus.pro Сейчас Занимает Одно Из Топовых Мест На Русской Сцене Ну Сказать Одно Из топовых Мест Значит Ничего Не Сказать Но Пока Что Не Ясно На Какой Ступеньке Empire На На Какой Ступеньке На На Санта Санта Все Таки Каким Никаким Хардлейнером Был Итак Мы Возвращаемся К матчу Дэнди Против Соло Стоит На Центре На Топе Дредд Против Фанника Тоже Стоит Соло Ну И на Боте Там Трипла Против Триплы Причем На мой Взгляд У Роксов Трипла Выглядит Ну Как-то Посильнее Здесь Единственное То Что Пупей Будет Очень Четко Напрягать Вот Он Уже Переманил Сатиру Которого Есть Шок Вейв Он Дамажит 125 Хитов Без Учета Магической Брони То есть Там В итоге Поменьше Это будет Но Все равно Это очень Больно Потому что Закидывать Он Спамить Этим Может Постоянно Представьте Себя На Линии Есть Дополнительный Герой Который По КД Скидывает Какой Первый Скилл Даже Это тоже Называется Шок Вейв Только Немного Другой Природы Наверное Так Дэнди Уже Готов Обузить Ботл У Соло Пока Что Ботла Нет Ну И Ванс Кор Тут Старается Бегать По Лесам По Прежнему Первого Левела По Крепам У нас Фантом Лансер Ну Вроде бы Столько же У него Крепло Сколько Хвоста Ну Да Вот В этом Конечно Есть Определенная Проблема Что Хвост Фармит Столько Же Сколько И Бзз Ну Потому Что Соперник Чтобы Трипло Действительно Как-то Выиграть Надо Чтобы Соперник Немножко Поменьше Фармил В итоге Икспыта У Ребят Может И правда Будет Меньше Потому Что Я смотрю Вот Ванскор Купил Сентрики Да Сейчас Будет Дивардить Вражеский Вижен В своем лесу Чтобы Отпуливать Все-таки Крипов Ну И в итоге Там Соперник Должен Получить Ну На порядок Порядок Это слишком Много В Н Количество Раз Опыта Меньше Да На Н Количество Раз Опыта Меньше Поскольку Тут Будут Сейчас Убивать Со Своей Линии Крипов Роксы Ну Прилетел Бот Он Кстати Прокачивает Еще Имповер На Четвертом Левеле То есть Не Максить Скивера Прокачивает Имповер Это Такая Своеобразная Немножко Прокачка Соло Слишком Агрессивно На мой Для себя Повел Получает Одну Тычку От Вышки Не Прожал Шифтов Какая Это Война Похоже В лесах Скоро Будет Происходить Когда У Пупея Появится Возможность У него Не Скоро Правда Появится Возможность Переманить Двух Крипов Для Этого Ему Нужен Ну Сколько На Втором Левеле Все Равно Один Для Этого Нужен Просто Напросто Пятый Левел Чтобы С Двумя Крипами Бегать А Видите Не Получается У Чена В чем Опрометчивость Вот Этой Линии То Что В своем Лесу Чен Формил Нонстопом Да Ох ты Соло Что Творить Чуть Не Убил Дэнди 41 КП Остается У Магнуса Сам Получает Соло Несколько Тычек От Вышки Ну Курьер К Дэнди Сейчас Уже Полетит Одновременно Еще Летит Курьер В сторону Дреда Везет Ему Баночку И Танго Наверное Тоже Для Клокверка Все Против Гирокоптера Стоять Не Очень Интересно В том Плане Что Он Флаг Кэноном Постоянно Забрасывает Тебя И Ты Понемножечку Проседаешь Вот Соло Находит Очень Хорошую Руну Инвиз Сколько Там ХП У Дэнди Дэнди Выпивает Ботл До Упора Сейчас Не Стало Он Обузить Курьера Сразу Решил Прощекать Руну Испытать Удачу Но Или Нет Или Он Собирается Куда-то Заходить Нет Все-таки Вернулся Обратно Эмпайр Сейчас Говорят Играет Против Виртуз Прок Кто Будет Играть Не Знаю Но ТПЛ Они Не Любят Переносы Может Быть Заставят Имперцев Все-таки Выступить И Вот Поэтому Меня Спрашивали На кого Все-таки В этом Матче Нужно Поставить Я Сказал Сразу Что Ставки Во Второй Доте Это Дело Очень Ставку Отменить Поэтому Если Вы Ставили На Эмпайр В этой Игре То На мой Взгляд Будет Целесообразно Эту Ставку Отменить Потому Что Не Ясно Что Сейчас Будет Если Действительно Габлак С Асайлентом Уходит Из Эмпайра Кто Сейчас Против Вирту Софта Играть Будет Вообще С Квилинблейдом Безезе И Транквилы У него Есть А У Хвоста Хвоста Пока Что Пурмэн Шилд И Сапож Наверное Хвост Купит Себя Фазы Прямо Сейчас У него Есть Деньги На Это Отбегает В магазинчик Пак Юзает Инвизу И Может Дэнди Будет Сейчас Убивать Смотрите Кажется Дэнди Прочекал Это Дэнди Чувствовали Что Пак В Инвизе Стоит И Соло Решил Лишний Раз Что Нет Смысла Там Агрессию Показывать Да Отступил Немножко Обратно И Раскрыл Себя Если Дэнди Там Морозится То Ох Не успел Соло Увернуться Можно В консоли Будет Посмотреть С каким Пингом Уграют Ребята Ну Вроде Это Европейский Сервер Должен Быть Комфортный Пинг Как Для Одной Так И Для Другой Команды Более Менее И Пошел Контролить Руну Руна На Топе Опять Везет Соло С Спавном Руны Причем Это Дабл Дэмэдж Руна Очень Хорошая Похоже Что Соло Выставил Неплохо Против Дэнди Посмотрите Даже Я бы Сказал Очень Неплохо Крипов У него В какой-то Степени Больше Динаев Тоже Больше Плюс Он Все Руны Обконтроливает Вот Такие Дела Очень Сильный Мидр Выходит Соло Как раз Ночь Дэнди Не знает Что его соперник Куда-то Отошел Возможно Он Предполагает Что Соло Где-то Далеко К сожалению Крипы Роксовские Очень Близко К Вражеской Вышке И Нави Они Боятся Хвоста Убить Очень Тяжело У него Есть Блейк Фури Он Может Уйти Хотя Выходит Довольно Далеко Смотрите Байт Может Какой-нибудь Нет Все Ну Дэнди Думаю Что Понимает Сейчас Команда Где Находится Пак Да Вот Видите Тут Куроки Не Подставляется Чен Вообще На топ Ушел Формить Наконец Так Получил Третий Левел Ну Отставили Безезе В покое Вот А вот Теперь У Хвоста Будут Проблемы Потому Что Формить Ему Будет Тяжело Когда Никто Его Не Стоит Там Не Прикрывает Сзади Так Дредд Шестой Левел Кстати Когда Уже Дредд Куда Нибудь Выйдет И Гирокоптер Тоже У нас Очень Хорошего Левела Много Фарма Имеет Соло Все Стоит На линии Уже Как Наверное Секунд 30 Может Даже Больше Очень Много Опыта Теряет Очень Много Золота Тоже Потенциально Теряет Пупей Выходит На Мид Для Того Чтобы Пропушить Просто Не Придраться Даже Начинает Задувать Котл Так Полетело Ух Фаста Много Дэмэджа По идее Должно Было Войти Но Слабенько Задул Котл А у него Первый Эллиминейт Он вторую Чакру Прокачивает Ну естественно Пупей Бежит Контролить Руну На бот И Она Спавнится В очередной Раз На топе Смотрите Роксы Опять Забирают Руну На это Ох ты Бежать И ФБ Делает Соло На Миду Собственно Не без Участия Дреда Отличная Работа Рокскиз Пей С вардами Хвост Фазы Стик Фурманшилд Кроки Ну пока что Тоже Немного Ну кстати На сапожки Может тебе накопить На мой взгляд Это не надо было бы Сделать И тут сейчас У Йола Могут быть Проблемы Он скидывает Стан Попадает По одному Хвосту Уходит чуть Выше Курьер Чего-то везет Чего-то везет Курьер Наверное Барабаны Да А да Хвосту Прилетает Брейс Я смотрю Что у Ирсу Какие-то проблемы С интернетом К сожалению Выходят Выходят Нави Сейчас на бот Может быть Будут какие-то Попытки Проатковать Так Поставили вард Не успели Не успели Убить Я разворачиваю Зурок-скиз Куроки Минус Практически Сразу же Прозжимает Стики Соло Здесь Без шансов На мой взгляд Проигрывать Нави На боте Сейчас Минус 3 Благодаря Гангу Соло Не думаю Что у У Леона У Леона Котла И Фантом Монстр Получилось бы Все-таки Пробить Стих пацанов Просто втроем Для Денди Прилетает Аркана Единственное Что радует Наверное Команду Нави Это то Что Фаник На топе Фармит Просто Приспокойнейшим Образом Его никто Не трогает Абсолютно Его никто Не трогай И саппорт Уже начинает Куда-то Передвигаться Посмотрите Игра Плавно Перетекает Изначальной Стадии В стадию Мидгейма Дреда В ботле Дабл дэмэдж Вообще Если Клокер Ворвется С клукшотом На любого Саппорта Будь то Чен Или Шадоу демон С дабл дэмэджем Он его просто Без шанса Убьет Ну Куроки Может конечно Спрятать В дисрапшн Себя Или там Соперника Что-то там Пожить Какое-то время Дополнительно Ну и Пупи Конечно Если не пожалеет Ульту Лично на себя В чем я Очень сомневаюсь Тоже может Подольше жить Но Мне кажется Что если Дред задастся целью Кого-то Из саппортов Заган Кстати Сейчас Рокси прилетает На топ И здесь Ой-ой-ой Здесь то идут Уже Нави Саппортить Фаннику Фанник на фазах Пытается улететь Врубает Картеч Дред Подходит чуть поближе Фанник получает Хекс Надо быстро убить Фанника Великолепный Дисрапшн Куроки Солкетчер На Дреда Стадом Леон убирает Гирокоптера Денди там Хотел ультануть Но Дреду Конечно Тоже не удастся выжить Ух-ух-ух-ух Как он больно Дамажит Купея На автобусе Еще увозит Денди Клокверка Так Чуть-чуть Поддамажить Ну в итоге Разменяли Двоих героев В одного Гирокоптер был Девятого левела Клокверк тоже Девятого леон Соответственно Практически шестого Ну тут Сложно осудить Действительно Чью пользу Завершился Размен Потому что С одной стороны Роксы Отдали героев Которым Фарм И левел Ну ладно Хотя бы просто фарм Им не так В принципе Важен То есть у них уже Что-то есть Шестой левел Или девятый У Клокверка Они уже По идее Получили Все что надо Для данной минуты Чтобы исполняться Свою роль На этой карте Вот А нами потеряли Герой Который фармит Который стоит На фрилейне Который Пытается Который будет Просто тащить Эту игру Грубо говоря На 30-х Там С плюсом Минуты Это с другой стороны Очень плохо Ну а С первой стороны Я не сказал Это то что Рокс отдали Двух героев Довольно Большого левела Размяли их На одного героя Примерно Такого же левела Соло успешно Набивает всех крипов Переключает ПТ на огильное Пьет банку Все как надо Основа Конечно же Этот парень знает Как стоит на меду Какой тут ла Да он не может Наверное Хотелось бы Сейчас переманить Вот этого тролля Потому что Самые вот Офигенные крипы Это Тролли Два кентавра По идее Ну или там Два тролля Кентавра Или три тролля Может быть Ну по разному По разному Самый наверное Такой не очень Крип Это особо Он там Единственное Что ауру Армора Прибавляет Неужели Так много людей Смотрит эту игру Да Просто колоссальное Количество Зрителей В дота ТВ Вот поэтому Тут я вижу Что немножко Так дота Пролагала Так Получает Хвост Ох Я даже Не успел сказать То что он Получает По идее Съел Прокаст Фантом Лансера С Леоном Ну Леона Там маны Не хватило На стан Он просто Там скинул Хекс ульту Ну и конечно же Спирит Ланс От БЗЗ Ну вот видите Просто О чем мы сказ О чем мы сказ С нами пошли Триплой на бот И просто Затерпели Там Это было Ну не то чтобы Это было очевидно Но я вот говорил По моему В самом начале То что Трипла у Рокскиз Смотрится как-то Ну немножко Поинтереснее Все таки Ну во первых Она стоит на легкой линии Да во вторых Она какая-то более проверенная Так Дредда похоже Собрались Атаковать Нави Ну или не сколько Атаковать Дредда Сколько сносить вышку Вот Дредд ставит Коги И сразу же отсюда Ему надо ретироваться Хвост Дает ульту Ульт от Куроки Также пролетает Дредда Под Солкейчером Дредд Естественно Очень быстро падает Байбэк от Рокса Слушайте Похоже сейчас будет драка Пак ультанул Очень классно Подлетает Дредд У него Коги В КД А вот не в КД Сейчас запирает Умирает в очередной раз Так а что это было Никто не пришел Один Дредд Выкупился Пошел и умер Но это как-то Выглядит очень глупо На мой взгляд Со стороны Роксхиз И Нави Сейчас пытается Перебить Вот Хотя Сколько Тысячу золота всего лишь Получали Так Врывается Дэнди Ультует В Котла Сейчас еще и Йола Скорее всего убьют Хвост Сейчас порубит его В капусту Помню еще Блэйдфури Минус 3 Даже минус 4 Минус Погодите Раз, два, три, четыре Да, минус 4 сделали Считаю вот этих вот Трех героев Плюс еще Байбэк был От Клокерка Да Правда Рокса Отвечает Атакой на Чена Просто ворвались У него И убили Так Хвост Пока что Отходит дальше Барабанчик У него Фаник В это время Формит на боте Барабаны Фазы у него Есть Кстати тоже Барабаны Делает и Джаггер Вообще Барабаны По-моему Вот Очень просто Очень классный Айтем Ну в какой степени Посмотрите Что он дает Что-то Передал барабаны А вот Да А он их переложил 9 ко всему Да Плюс 3 дэмэджа Небольшая аура Плюс их еще Можно поражать Да Стоят они Стоят они Стоят они Стоят они Сейчас я посмотрю Сколько Стоят они 1725 В сравнении С тем же самым Мультимейтором Который дает Просто плюс 10 Ко всему И стоит на Четыре сотни Дороже Да Эти барабаны Еще просто-напросто Больше дают Тут просто Можно сравнить С таким супер Классным Мультимейтором На мой взгляд Прилетает ракета На бот Ну так Соло ставит ульту Очень хорошая Арбой к сожалению Промахивается Начинает заливать Ванскор Фаник культует Иллюминейт Попадает по двоим С пиртланцем БЗЗ делает фраг На куроке Бежит дальше Так Поддиффузили Ау БЗЗ у нас диффуза Уже Дредд врывается Просто великолепно Ставит коги Врубает картеч Это арбан Наконец-таки попадает По тем По кому и должна была Здесь попасть Телепортом отвечает Нави Байбэк от фанников Фаник врубает Флак Кэнон Начинает его Закидывать Фантом Лансер Копьями Хвост бежит дальше У Хвоста кстати Есть ульта Если там не будет Крипов И им повезет Он может Какого-нибудь Слабенького убить А у Соло уже Блинкдайгер Отлично Дэнди может похвастаться Чем-то подобным Да Дэнди тоже может Похвастаться Блинкдайгером БЗЗ получает Рокет Ну и вышку Все-таки отдали Не Поддиффили неплохо Роксы молодцы Убили Многих Игроков Нави Многих героев Ну и плюс Заставили еще Герокоптера Забайбэчить То есть он потерял Там какую-то Какую-то сумму Такую Ну Может быть Не сильно круглую Но по крайней мере Ее надо было потратить Да и у него Шэдоу Блэйд Который Фанник Должен был покупать В этой игре Он у него появится Не так скоро После этой Попытки Развернуться Неудачный Нави Сейчас пытаются Убить Рошана Если бы Роксы знали То что сейчас происходит На Рошане Мне кажется Они не остались бы Безучастными В этом событии Наверняка Кто-то бы подлетел И попытался здесь Убить А вот ракета Прилетает от Дреда Ну посмотрите Как далеко Соло С другой стороны Фармит БЗЗ И неужели Есть смысл Просто бежать туда втроем И бороться Втроем против пятерых Игроков команды Нави Ну плюс там еще Рошан конечно Немножко напрягает Короче Нави сделали Очень Очень интересный Такой ход конем Рокировочку Такую замутили И Вроде бы Байбек от Фанника Да там Просто Байбеки Как говорится Просто так Делать никогда не стоит Да Либо ты делаешь Байбек для того Чтобы защитить базу Либо ты делаешь Байбек для того Чтобы пропушить базу Либо ты делаешь Байбек В том случае Когда ты при фарме Какой-то линии Можешь получить Там за Короткий Ну умеренно короткий Промежуток времени Золото больше Чем стоит твой байбек Да Потому что тут Ты еще икспы там получаешь А это естественно выгодно Потихонечку на топ Подходит Роксы Ну хвост Что-то почуял Отбегает Будет делать Аганим у нас Хвостецкий У него такой новый Интересный сет На Джаггера Наверное Пупей Пикает хвосту Джаггера Для того Ну просто потому Что у него новый сет Есть Вспомните тоже Когда Санта был В Виртус Про Да У него был сет На Варлока И Виртуса просто Очень часто Пикали Варлока Да Такая какая-то Есть может быть Закономерность В этом Еще видите По центру Вышку Очень сейчас Легко смогут Убить Нави Даже не потребуется Каких-то особых усилий С их стороны А Они даже решили Дальше идти Ну окей А что будут делать Роксы Роксы пока на топе Их там не очень много В принципе Вот так вот Идти в лоб И дефить эту вышку Против Аегиса И жесткого Дэнди Которого Дайгер 11 левел Даже Несмотря на то Что они может быть Сейчас выиграют А нет Они сейчас даже По фарму проигрывают И по экспе тоже Вроде проигрывают Хотя То что делали Роксы на протяжении Все игры По моему Как-то по Не знаю По скиллове что ли Все это дело Выглядело Нами просто Они перефарманы Благодаря Рошину Благодаря тому Что они вышек больше Снесли своей Вражеской команде Так Ну Дрену Здесь надо уходить Я Йолу вообще Первый Он застревает В крипах Йо-моё Йол дает Стан Сейчас ультует Фаника Прячет его в дисрапшн Куроки От арбы Очень четко Ну да Вот Хотя убили Конечно Сбрили Точнее Аегис Гирокоптер Но стоило ли Оно того Может быть И правда стоило Просто Соло еще Наверное Умрет На нем Урна А вот Денди Просто красивейшим Образом Забайтил Шоквейв Но Не попал Банально Гирокоптер Сбривает Доминейтинг У Соло Интересно Какой коэффициент Был по шмоткам На этой игре Потому что Я уверен Что очень много Людей ставили На нами Здесь Ченна Меканус Ну Кстати говоря Это еще Не конец Это наоборот Даже Я просто Там Заглянул В чатик И Увидел Там Радостные Возгласы Фанатов Рокскиз И конечно же Людей Которые Делают Ставки Вот Что Рокса Так Вроде бы Удачно Вот То есть Они на боте Хорошо Разменялись Соло Мид Там Выиграл У нас Благодаря тому Что Дред Ему Еще Помог Немножко Вот На топе Тоже Неплохо Дред Отстоял Раз уж О нем Зашел Разговор Но Факт Остается Факт 3000 Золота 4 Там У них Может быть Лейт Потенциал Лучше В качестве БЗЗ Сейчас гангуют Дэнди Отличный стан От Ёлок Просто Очень качественно Скидывает Скиллы Сейчас Ну А по другому Никак Дэнди Тоже теряет Свой Доминейтинг Причем Отдает Его БЗЗ И Фантом Лассера 4000 Золота Наверное Тут надо Тарасочку Делать Имеет Смысл Сделать Тарасочку Интересно Как скоро Фаня Купит себе МКБ И будет ли Это Действительно МКБ Ну Потому что БКБ Тоже Очень Нужен Сейчас Гирокоптеру Ну Банально Потому что Посмотрите Какой есть Рассказ Турокский Фантом Пак Леон Там еще Глокверк Напрягает Не Ну БКБ Конечно Нужен Вопрос В том Будет ли Его делать Гирокоптер Поскольку Он уже Видите Копит 1800 Золота Для того Чтобы купить Демонедж Конечно А вот Джаггер Аганим Переключусь Пожалуй С Крипстата На Нетворс Это Как-то На данной Минуте Уже Будет Поактуальнее Потому что Не только Уже Крипов Соответственно Капает Золото А еще С Многих Других Источников Вот Еще Можно ГПМ Посмотреть Самый Большой ГПМ Фантом Лазер 485 И Он Решил Покупать Не Тараску Сразу Он Решил Покупать Манту Ну Хорошо Это В принципе Базаза Виднее В любом Случа Просто Мне казалось Что Тараску Будет Делать Вот и Все Нави Не бояться Вот этих Иллюминейтов Поскольку У хвоста Есть Такой Интересный Вар Так Что-то Фанник Прикупил Возможно Это Что-то Подешевле Чем Демон Эдж Потому что Здесь Ну да А Он Доминатор Купил Вообще Просто Я не помню Был ли У него Доминатор Бзз Кстати Вражеских Эншинтов Тут На стаканах Формит Вот В чем Конечно же Минус Здесь Вот сейчас Фанник Подходит Видит Все это Безобразие Бзз Уходит В инвизе За елочкой И делает Топаут Домой У него КП не так Много Чтобы с Фанником Здесь Бороться Ну да Я тоже Считаю Что Фаннику Конечно же Бкб Здесь Будет Как-то Выгоднее Сделать Поскольку Роксис Очень серьезный Рассказ Да И Он Этим МК Банально Дэмэджи Не сможет Нанести Столько Сколько Нужно Нави Прожали Смог И Может Куда-то Сейчас Побегут Наверное Куда-то Сейчас Побегут Раз Уже Смог Прожали Можно Можно Было Бы Купить Огр Клаб Здесь На Эти Деньги Так Что С Байбэками Байбэки Есть Джаггер Клокер Клеона Да У Леона Есть Байбэк Лол 1600 Золото Ну Йол Наверное Формит Не знаю На Блиндагер Наверное Что Тут Еще Можно Собирать Такую Большую Сумму Для Саппорта Держать Да В инвентаре Это Не очень Не очень Безопасно Можно Попрощаться С частью Своих Денежек Бзз Бежит На Топ Ну Вот Видите Начинается Такая Стадия Когда Фантом Лансер Начинает Сплитовать Вроде Нави Собираются И они Пушат Там И Стараются Вышку Подрезать Но Есть Фантом Лансер Который Просто Делает Своих Хитпоинтов Вот Фанник Подходит Врубает Флагкэнон Начинает Все это Быстро Убирать Практически Убил Вышку 236 ХП Из 1600 Очень Много Очень Много Надамажил Плюс К тому же Еще Роксовцы Находятся Во вражеском Лесу Тут Похоже Сейчас Фаника Будут убивать У него Есть Только Shadow Blade Есть Какая Просветочка Да Конечно Ёл Позаботился Об этом Ультует У него Под хексом Станк Все Минус Фанник Брокс Справляется С Гангом Тем временем Хост Под Эмповером Дофармливает Дракончиков Дракончиков Дофармливает Можно было бы Кстати Застакать Наверное Хост Просто Поленился Это делать 10 Левел Перед файтом Конечно Пупею Было бы круто Заиметь 11 Левел Чтобы Второй Ульт Получить Джаггер Покупает Персеверанс Персеверанс Это Айтем Для Это Айтем 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 Для Линки Бэтлфури Бладстоун И рефрешер Ну Рефрешер И Бладстоун Я думаю Отпадает Сразу Бэтлфури Как-то Уже поздновато Собирать Да и Особой Актуальности Нету Поскольку Магнус У Эмповера Накидывает Очень много И качественно Да Ну Я могу Предположить То что Хвост Собирает Просто Линкин Сферу В этой Ситуации Да Блингдаггер Купил Леон Все верно Гирокоптер Купил Огр Клаб Да Значит Это БКБ А БЗЗ Уже Апнул Диффузу Вот Не скупятся Игроки Конечно Гредить Диффюжил Блэйд Сразу Даже если Они его Не потратили Но он прибавляет Просто так Порядочно То есть 4 Агилы Прибавляет Ко всему прочему Да Еще там Маны больше Он выжигает Да В итоге На 16 Ну вот Прибавьте все это К демаджу Иллюзии И потом умножьте Все это На десяточку Приблизительно Да То есть Сколько То есть Сам Фантом Лансер Две сманты Это 3 И еще остается Вроде бы 8 Иллюзий Там по моему Можно сделать Около того Мне кто-то говорил Что По моему 11 в итоге Фантом Лансеров Можно сделать Поправьте меня Если я ошибаюсь Конечно Так и пытается Сейчас Уйти БЗЗ Ух ты У него Первый Доппель Волк Ну тут Ёл пытается Как-то Помочь Своему тиммейту Сейчас Его точно Должны Увести Но основная Задача Убить Здесь Фантом Лансера Диффузит Пупей Диффузит Пупей И может быть Даже убьет Пупей Кастует Меку Кастует Ульту Тратит Всю ману Больше БЗЗ не может Его надамажить Так уроки Не было Дизрапшена Чтобы Спрятать И не дать Уйти Фантому Ну вот Посмотрите Просто Одно копье И манту Направляет На Чена Чем умирает Сразу Ему ничего Не помогает Там Ни 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 Ну да Они конечно Продлевают Ему жизнь Но Не так сильно Придется 115 секунд Теперь ждать Прежде чем Броситься В такую Дерзкую Атаку Нет Все таки Баттлфури Ну Хвост Окей Пусть Баттлфури Есть Есть такая Особенность Просто Что Игроки Не любят Там Даже если Взять Воида Который Стоял На фрифарме Ну Скажем Не на фрифарме А просто На легкой линии И собирался Делать Баттлфури Он там Купил Колечко Купил Там ПТ Какое Нибудь Может быть И вот Его начали Напрягать С этого Момента То есть Он там Не может 10-ю Минуту Ну ладно 15-ю Минуту Не может Баттлфури Собрать 20-ю Минуту Не может Баттлфури Собрать 25-ю Минуту У него Тоже Понимает Что у него Не так Много Денег И в таком Случа Он предпринимает Купить Какой-нибудь Мелстром Что-нибудь В этом Духе Ну а Хвост Решил Что ему Как бы Прокатить Сейчас Просто Сделать Баттлфури На такой Поздней Минуте Ну Фарм ради Фарма Баттлфури Ну и плюс Демедж Очень хороший И Под имповером Магнус Он будет Очень больно Там Дамажить И сплэшить Да Там Сколько В итоге Получится Баттлфури Там дает Сплэша Сплэша Он дает 35% А имповер Там еще По-моему Полтинник Что-ли Около Того Да Полтинник Того 85% Сплэша То есть Практически Полный Демедж Будет Расходиться Хвост Начинает Фармить Эншентов И по-моему Джаггер Как-то Плавно Пересекает Из роли Такого Скажем Не мейн кэри Да Из роли Такого Второстепенного Кэри героя В роль Главного Кэри героя Ну вот Фанни Купил все-таки БКБ Наконец-таки В кои-то веки Теперь его Не так будет Просто убить Но Коттл Уже Очень сильно Напрягает Коттл Уже Ой Коттл Фантом Лансер Тьфу ты Очень сильно Напрягает Поэтому У меня конечно Очень хорошая Для 29 минуты Соло Немножечко Так пропушил Мид Уходит Оттуда С легкостью Главное Что телепорты Есть Вот Сейчас Не Соло Не удастся Убить Он Вообще А может И удастся Только смотрите Как хитро Навит Обходит Сейчас Должны Соло Убить Да Очень быстро Под соло Кетчером Убирает Баг Касания Практически Его убили Практически Так Произошло И вот Сейчас Бежит По боту Но Вот Опасную Игру Затеяли Роксы Да Они Сейчас Просто Бегут Вот так По всем Лайнам И Стараются Как-то Отвлекать Соперника От Своих Бараков Чтоб Они Не подходили Сплитовать Спортификейшн Даже Смотрите Заюзали Нави Для того Чтоб Фантом Лансер Просто Не Убил А Хвост У нас Вместе С Компанией Убивает Рошана Видимо Рокскиз Догадались Где Находят Сейчас Их Оппонент И Выкупился У нас Пак Решил Может быть Пойду Что ли Напрягу Кого На Всякий Случай Посмотрим Как Изменились Графики Да Практически Не Изменились Перефармливают По прежнему Они Имеют Больше Левела Больше Икспы Ну Давай Бзз Дофармливай Дофармливай Сави Тарасочку Только смотрите Сейчас будут Его гангать Но у него В итоге А тут Гейм Есть Не получится Дэнди Ультует Сразу же Бзз Сол Ну Все Успокойтесь Ребята Все Убили Бзз Правда Тут проблемы Конечно Есть С иллюзиями Эх Как обидно Он был так Близок Риверу По-моему У него даже Был уже Ривер Он просто Не мог его Нигде купить То есть Не потерял бы Золото С этого Ну вот Вообще Роксы Напрасно Идут сейчас Вчетвером На Рошана Пока у них Мертвый Фантом Лансер Его Котл Сможет зареколить Когда тот Заресается Но если Нави Смогли бы Инициировать Драку До этого Момента То они Скорее всего Выиграли Ну вот Пока Нету Фантом Лансера Нави Предпринимает Попытку Убить Предпринимает Попытку Убить Рошан Паник тоже Рядом Ну вроде Убьют Да Должны убить Фантома Еще не будет Примерно Вот тут Ну да Как раз Убивают Рошана И появляется Фантом Лансер Трилхаммер У Магнуса Затарин А Хвостецкий Может похвастаться Вот у него Бэтл Фурия Аганим 1600 золота Критует он Конечно Да Как следует Ну в том плане Что Не очень больно Там 500 Да По сравнению С какими-то Жесткими критами У Фантомочки Там Да Какой-нибудь Конечно Ничто Но критует он Довольно часто 35 35% Шанс того Что хвост Кританет А это Как вы знаете Даже чуть больше Чем каждая третья Атака При условии Что он этих Атак сделает Много Конечно Если он там Сделает Там 10 тычек Не факт Что он там Три раза кританет Может быть Он кританет Поменьше Там Четыре раза Может он Действительно Кританет Поменьше Но если он Таких ударов За драку Сделает Ну хотя бы Штук 20 То уже Будет конечно Больше Там Не вероятность А вот больше Точности В этом проценте Появится Где-то фаник Надыбал Еще 2000 Золота Я вот Недавно Под Рошаном Смотрел У него По-моему Там что-то Около Там 2300 Там Что-то Такое Было И вот У него Сейчас 4200 Всех Крипов Зафармил Здесь уже Конечно Надо было Быть МКБ Потому что Дэмэдж Важен БЗЗ пытается Дофармить В общем Сейчас Просто ничего Не происходит На карте Рокса Старается держать Соперника Немножко подальше От своих Барак Потому что Нави Они так Уверенно Ой-ой-ой Дредд Дредд Укритуют Очень больно Дает Мисс Иванскор Парень сплэшует Неслабо Получает Имповер У него Сколько тут 200 Короче 350 Практически Дамага Руками Дредд Ставит Коги Как раз таки То о чем Я и говорил Естественно Ультмагнуса Пробивает Бхб Ну Посмотрите Нави Просто Ой Какой Провальный Фортификейшн От Рокскиз Ну Нави После этого Конечно Продолжит Просто В тупую Пуш Дредд Получает Очень много Демеджа Еще и Шоквейф Пролетел Практически Все китпоинты Потерял Он скоро Старается Как-то Откидываться Иллюминейтами Попадает Под ульт Герак Все просто Без боя Без боя Рокскиз Лишается Барак Ну В это Время Без З Конечно На боте Там Сплетанул Сейчас Поломает Он эту вышку И партист Похоже Рокс Решили Инициировать Все-таки Драку Пока Иллюзия Фантома Старается На боте Врывается Без З Ультует Чен Спасает Жизнь Курок Тут Вешает На себя Урну Денди Тратит Ультимейт По-моему Вообще Никого Лол Соло Получает Шоквейв Может ли сделать что-то Хвост против БЗЗ Начинает крутиться Вертеться Делает ТПА Вот и Выживает И на боте Вышка Ну Блин 358 хп Да То есть Вроде бы На боте Мало у вышки На топе Мало у вышки Но по факту Табараки стоят По факту Табараки стоят А у Роксов Нет мида Вот Думайте сами Решайте сами А гирокоптер Никакой МКБ Не стал покупать Он решил сделать рапиру Ну Собственно О чем Подумал Фаник У меня есть Аегис У меня есть БКБ И кто мне что-то Собственно Здесь докажет Ну Посмотрим То есть Несколько Таких Грубых ошибок Было На файте Да То что Рапиру Собрал Это Нафи Похоже Реально Решили пойти Вол ин Просто я Не представляю Что будет Если Эту рапиру Получит Фантом лансер Ладно Если там Может кто-то Другой Но если Фантом лансер Получит То тут уж Извиняйте Отобрать ее Можно будет Только Благодаря Идеальному Ультимейту От Магнуса Если он там Соберет Пацанов Кучку Хотя бы Так Четверых И Нави Накинулся Вот Тогда Да Но это Еще Надо Сделать Это Тяжело Очень Реализовать Имея Рапиру На руках Нави Бегут По боту Как раз Много 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 Дэмэджа Вот это На самом деле Даже Если бы Фанник Потерял Рапиру Вряд ли бы Что-то удалось Роксам Здесь сделать Поскольку Они Банально Уже потеряли Две линии И у них Тысяча ХП У трона Этот Трон Ломают Четыре героя Вражеские Ну что ж Поздравляем Команду Нави С победой Пусть и не такой Прозрачной Пусть и не такой Легкой Но Тащили Они конечно Рокс Конечно Тащили Молодцом Так Ну и В анонсе У меня еще Заявлено Что я сейчас Буду стримить Игру Эмпайр Против Виртус Про Вот она Кстати Начинается Тут уже Семь минут Идет Поэтому Я сделаю Сейчас Стоп Старт Чтобы потом Запись выложить На ютуб И переключаясь На эту игру Так Все верно